Привлечь внимание водителей общественности к проблемам слабовидящих и слепых пешеходов на Рейнмаре прошла традиционная акция «Белая трость». Она проводится в рамках ежегодно отмечаемого Международного дня Белой трости и в преддверии Международного дня слепых, который отмечается 13 ноября. В мероприятии, организованном Ненецким местным всероссийским обществом слепых, приняли участие представители общественности и юные инспекторы дорожного движения. Перейти дорогу для незрячих людей – настоящее испытание. В этом убедились участники ежегодной акции «Белая трость». В знак солидарности с незрячими людьми они надели на глаза черную повязку и перешли дорогу при помощи «Белой трости». Большинство водителей в присутствии наряда ДПС на пешеходном переходе и не только дисциплинированно пропускают участников акции. Мы сегодня на себе смогли ощутить всю сложность этого процесса, процесса перехода просто через дорогу человека. Большинство водителей, конечно же, останавливаются, но были и те водители, которые либо очень близко подъезжали, либо не пропускали. Поэтому я думаю, что и водителям, и просто гражданам необходимо обратить внимание на правила дорожного движения, обратить внимание на людей с ограниченными возможностями. Общественники отмечают важность участия детей в подобных мероприятиях. Поскольку формировать гуманное и толерантное отношение к окружающим людям необходимо с малых лет. Сегодня мы специально проводим эту акцию, чтобы напомнить пешеходам, водителям, что такая группа людей у нас в городе есть, об этом надо помнить. И нам в этом вопросе помогают дети, потому что они проводят беседу, вручают памятки водителям, чтобы они были осторожнее, внимательнее, учитывая то, что сейчас наступает темное время суток очень рано, и не было инцидентов, приводящих госпитализацию людей в больницу при неправильном соблюдении правил дорожного движения к данной категории людям. Юные инспекторы дорожного движения, которые уже успели пройти обучение в лаборатории безопасности, раздавали водителям памятки и разъясняли правила дорожного движения, касающиеся слабовидящих людей. Эта акция проводится каждый год, и эта акция посвящена слепым и незрячим людям. Если водитель видит такого пешехода, он обязан уступить дорогу. Как отметил председатель Ненецкой местной организации Всероссийского общества слепых Борис Бажуков, с начала проведения «Белой трости» водители стали более дисциплинированными и пропускают незрячего человека с «Белой тростью» в любом месте проезжей части, как и положено согласно правилам ПДД. Стоит отметить, что в последние годы столица округа для незрячих стала намного комфортнее, благодаря программе «Доступная среда». По городу у нас условия будем считать, что хорошие. Светофоры у нас все озвучены, и наводящие дорожки есть. По спортивному залу, по бассейну плавательному, там тоже мы наводящие дорожки хотим сделать. В проекте есть. И по светофорам есть нарекания у меня некоторые, что у нас светофоры 60 лет октября рабочие, федеральная дорога, там светофор незвуковой, там ломаются, и, видимо, ломают жители, жильцы. Надо как-то здесь навести порядок. В этом году акция проводится уже в 27-й раз. «Белая трость» – символ слепых. Она помогает ориентироваться в окружающей среде. Каждый, кто садится за руль, должен помнить – человек со слабым зрением имеет право перейти дорогу в любом месте. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».